Ленинград 8 сентября Ленинград был окружен почти на 900 дней, отрезанный от большой земли. С севера его окружали финские войска, закрепившиеся на рубежах прежней границы с 1939 года. С юга Ленинград обложили войска вермахта. Советские войска несколько раз пытались контратаковать с целью прорыва блокады. Выполнить эту сдачу им частично удалось лишь в январе 1943 года. А полностью в январе 1944 года. Осень-зима 1941-1942 года стали самым страшным периодом во время блокады. Ранняя зима принесла с собой холод. Отопления и горячей воды в городе не было. Люди жгли мебель, книги, разбирали деревянные постройки. От холода и дифтерии люди умирали тысячами. Но ленинградцы продолжали трудиться. Работали административные учреждения, типографии, поликлиники, детские сады, театры и публичная библиотека продолжали работу ученые. Работали 13-14-летние подростки, заменившие уходивших на фронт отцов. В тяжелых условиях блокады трудящиеся города давали фронту вооружение, снаряжение, обмундирование и боеприпасы. Из населения города было сформировано 10 дивизий народного ополчения, 7 из которых стали кадры. 22 ноября началось движение автомашин на ледовой дороге. Эта транспортная магистраль получила название «Дорога жизни». В январе 1942 года движение по зимней дороге уже было постоянным. Блокада Ленинграда была полностью снята во время Ленинградско-Новогородской операции в 1944 году. В результате мощного советского наступления силы вермахта были отброшены более чем на 100 километров от Ленинграда.